Моя отличительная черта Какие страны, по вашему мнению, являются истинными законодателями моды? Я считаю, что Франция и Италия. Из Франции очень много выходит дизайнеров и очень классно модной одежды. А вы бы хотели принять участие в модном показе или, например, в качестве зрителя или модели? Да, конечно. Скажите, вы хотели бы создавать эксклюзивные коллекции и вносить в мир моды новые тенденции? Да, конечно бы хотела. Я даже мечтаю об этом. Скажите, модели достаточно иметь приятную внешность? Или все-таки нужно быть образованной и владеть грамотной речью? Да, конечно. Если она пойдет в другую страну, она же должна красиво общаться с другими людьми. Многие люди считают работу модели нелегкой. Если это так, то, по-вашему, в чем же сложность? В том, что это очень долгие съемки, ты переезжаешь, ну, едешь в разные страны. Скажите, а важно ли для вас, как именно одеть человек? По-началу я по этому и смотрю, но потом, когда я уже разнакомлюсь с человеком, то это не важно. Скажите, вам больше нравится, когда человек одевается по-богатому и модно, либо же просто, но со вкусом? Просто, но со вкусом. Почему именно так? Потому что со вкусом. Говорят, у каждой истинной леди в шкафу висит как минимум одно черное платьице. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что это зависит от возраста. В моем возрасте я предпочитаю яркие, нестандартные, сразуые платья. Скажите, у каждой девушки есть своя изюминка. А в чем ваша особенность? Я считаю, что моя особенность в том, что у меня классное чувство юмора. Я могу шутить над всеми, в том числе над собой. Скажите, доводилось ли вам ранее участвовать в подобных мероприятиях? Да, конечно, но это не были такие уж грандиозные, можно сказать, конкурсы. Расскажите о своих впечатлениях с сегодняшнего мероприятия. Мне очень понравилось. Я очень люблю всякие конкурсы, и мне все очень нравится. Чем вы любите заниматься? Что приносит вам удовольствие? Петь, танцевать. Гулять с друзьями. А каким было ваше самое яркое впечатление в жизни? Мне подарили на день рождения подарок, который я не ожидала, но долго о нем мечтала. У вас такой стильный и эффектный образ. Скажите, а вы в жизни тоже такая? В жизни мне нравится быть растосторонней, я общаюсь со многими людьми, мне очень нравится быть лидером компании. Скажите, а чем вы увлекаетесь? У вас есть хобби? Я занимаюсь танцами, хожу в модельную школу. Какие цвета преобладают в вашем гардеробе? В моем гардеробе больше яркие, потому что я люблю яркий цвет. Скажите, а как вы пришли к модельному делу? Что этому поспособствовало? Это вышло очень случайно. Я была в лагере, и выходят еще отдельно девочки, и у них был именно как модельный лагерь. И я посмотрела на их задание всем лагерям, мне очень понравилось, и на следующий год я была в этом лагере. И, кстати, это был как раз main people. А какие у вас цели на будущее? Я хочу развиваться в сфере модельного бизнеса. Скажите, какие эмоции вы ощущаете, проходя по подиуму? Есть чуть-чуть волно, волновалась сильно, но потом, когда прошла, все стало весело и прекрасно. Какие эмоции и впечатления у вас остались после сегодняшнего мероприятия? Я очень рада и надеюсь, что мы выиграем это мероприятие. Вы такая маленькая, но такая эффектная. Скажите, много ли времени нужно по уходу за собой? За уходом за собой уходит немного времени, но я знаю, что надо правильно питаться и заниматься спортом. Вот если бы у вас был выбор, пойти популять с друзьями или пойти на репетицию, что бы вы выбрали? Я бы выбрала пойти на репетицию, потому что, когда мы будем выступать, чтобы я знала все, и чтобы я красиво выступила.